остановись подожди потом поедешь вот тут она дует да 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 вот для чего этот роль друзья мои кстати очень приятно для тех как у кого простатит естественно стоит датчик дождя до датчик дождя света и датчик сисек каких сисек друзья всем привет меня зовут евгений донец и впервые на честном обзоре тачка это kia optima 2018 года полное название gt line объем двигателя 24 188 лошадиных сил короче это единственная тачка премиум-класса в недорогом таком сегменте в районе 2 до 2 миллионов до которая может сравниться с камри с чем еще с хендерем соната или сатана как иначе называют другими словами смотрите прямо сейчас все подробности в нашем честном обзоре поехали коль скажи на чем ты ездил до этого начал только не ездил не ну правду говори как есть честный обзор восьмерка лада потом 11 потом сразу перескочил на дастера потом на hyundai hyundai santa fe 13 года потом у меня была opel ашка затем лада x-ray прошлого года люксовый полный фарш но говно . стал ломаться через один год насколько сорян коробка масса жрет литрами просто что ни в коем случае воду особенно двигатель 1 8 не берите и теперь у меня kia optima версия gt line можно сказать максимальная комплектация есть еще круче но там двухлитровый двигатель и турбонаддув и 235 лошадиный сил мне столько не надо для питера это много здесь 24 188 вот так вот давай посмотрим что у нас вокруг насколько я знаю здесь какие-то давать 18 колеса красные суппорта означающие что спорта спортивный обвес резина 235 45 на 18 что очень позволяет хорошо входить в поворота на 120 на той даже на 130 км час дорогу держит великолепно а вот это что накладно накладки какие-то или это реальная вентиляция какая-то вентиляция но по-моему мне кажется просто накладки идем дальше зеркала насколько я знаю ушки задвигаются а если вот сделать вот так вот так и кстати огромная фишка смотрите вот мы сейчас подходим к машине и смотрите так ну что огромная фишка заключается в том что машина как бы встречает водителя но эта фишка уже третий раз ладно давай пока проверим багажник давай проверим багажник насколько я знаю этот багажник работает в автоматическом режиме то есть ты подходишь что там делаешь ногой и открывается в интернете очень много приколов на этот счет что типа эта история нихрена не срабатывает и коля покажи нам что это не так докажи нам давай давай еще раз она просто это делает когда заходит короче мы хотели показать что зеркало само раздвигается вот оно это собственно и делает вот давай хозяин подходи к машине все все загорается фонари в ночи очень удобно а теперь давай покажем как работает багажник смотрите полные руки или сумки ты подходишь сзади и надо открыть багажник она моргает ты вот так ногу про мы ничего не нажимал вообще охренительно почем номерок дружище как бы вот это 001 там сидел бесплатно да просто повезло да всем просто как-то раз вид номер хорошего так вот так провел удача корпоратив камера на ты сказал что у нас четыре камеры камера здесь прям в борту в передней торпеде покажи переднюю торпеду где находится кстати торпеда решетка спортивная как и бампер тоже спортивный камера вот она соответственно ромба пам такой обвес только на версии gt line на престиж на люкс и хуже комплектация такого нету понятное дело как вы уже сказали как раз из своего рта вот опять они открываются закрываются сами то есть вот смотрите отойдем опять подходим типа подходит ближе хозяин и оба в этот раз я всегда говорю машине привет я такая привет камера задний вид находится здесь очень удобно вот уже опять моргает можем еще раз проверить и багажник снова сработает откроется замечательно и самая главная фишка gt line и был так красивый лейбл gt line на это для любителей также ведь мы видим что здесь два глушителя две трубы дай и хорошо конечно же бампер задние тоже спортивная я не помогала рж 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 рот или как-то так короче эта херня называется очень так это добавляет получается что две трубы два глушителя позволяют хорошо отводить выхлопные газы из-за этого более качественно при этом да насколько я знаю турбовые двигатели да нет турбонаддув это на следующей версии еще круче который стоит как раз уже 2 миллиона там двухлитровый двигатель 235 лошадей и вот так как раз турбонаддув а здесь привет при том что объем 2 и 4 здесь его нет но прет примерно так же а кстати обратите внимание обязательно что здесь задние и передние парктроники и очень удобно когда сдаешь назад тут есть определенная система и есть типом называется ты раздаешь задом ама она видит машины который находится в 3-4 метрах от тебя который еды с двух сторон слева или справа стороны то есть и подсказывает это по-моему называется круговой обзор да мне это другая вот очень удобно когда ты задом сдаешь что не видишь что за тобой происходит даже камера еще не видит а датчики уже покажут что туда приближается открыт остановись подожди потом поедешь это панорамная крыша то есть мы можем открывать люк и смотреть вот две половины здесь можно открыть на одну половину и сразу на две то есть те кто сзади могут наблюдать за тем что происходит в небе закрыли до открываем еще забрать и внимание сверху появляется сеточка обстоит подкат открывается которая защищает от попадания камешка вот здесь писали сверху в общем то вот она эта сеточка да как раз если что-то полетит то машину не прилетит хозяин ушел я человек не автомобильный но прекрасно знаю что это аккумулятор это четыре цилиндра это омывайка для стекла это досол охлаждение мотора что у нас здесь это стойки это воздушный фильтр насколько я понимаю это что а это и есть воздушный фильтр а что это тогда мозги мозги вот такие большие мозги это же больше чем твоя голова никого это больше чем у нас вместе взятым мозгов да тут еще наддув есть чтобы охлаждалась быстрее машина есть это наддув какого плана двигатель атмосферник да 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 а ну все это помощь радиатору так скажем да наддув идет в такой активный так скажем да по потоку воздуха идет воздушный фильтр а так что у нас легкая шумоизоляция кстати шумоизоляция хорошая но я бы на самом сделал деле еще сделал дверей шумоизоляцию у меня знаешь возник вопрос когда мы забирали машину из салона что почему-то помыли двигатель на хрена как думаешь чё помыли он должен быть изначально чистые машины же новые красивые намытый почему-то мотор протечки скрываете зачем помыли мы всегда моем двигатель когда выдаем автомобиль полностью чисто полторы недели мы уже катаемся и ну вот грязь когда вот здесь появилась грязь к слову подобрал боже мой здесь какая-то легкая пыль появляется он то есть со временем понятно будет пачкаться но он не так сильно пачкать как на броня на предыдущих машинах моих так что посмотрим так ну все значит мы находимся внутри салона сейчас а то есть значит получается электрический привод на оба сидений уже закрывать что нравится электрический привод на оба кресла также у каждого кресла есть подогревалка задницы что кстати очень приятно для тех как у кого простатит ладно это все шутки вообще просто приятным ты садишься зимой на хан на холодное кресло вот от этого он может и возникнуть поэтому можно прогрессию заранее плюс здесь есть перфорация кажется что кожаное сиденье она на нем задница же потеет обычно летом но здесь есть некая перфорация вот эти дырочки в некоторых моделях киа через них втягивается воздух то есть ты можешь думать сидя в кресле и в салоне никто не почувствует только на версии седине покрыты кожей и красной строчкой но давай будем честными что кожа у нас не настоящий заменитель какой-то качественный а может и настоящий на самом деле она давай давай почитаем об этом и скажем настоящий нет это появится в титрах да нет да есть подогрев жпм также есть охлаждение жпм то есть есть жара лютая там плюс 20-30 в машине духота ты включаешь и через буквально минуты-полторы а каким образом это реализовано нравится свежо и хорошо вот что подожди вот о чем я говорил это же просто воздух тянется вот те освежения азат блять то есть это есть у тебя по руку поставь просто втягивает воздух и все обогрев руля на драйв мод что это у нас вот сразу включается три режима спорт комфорт эко пока у нас еще идет обкатка и накатана все же 1413 кадров а нужно примерно 2 2 500 я езжу в овощном режиме а именно то есть это включается как отсюда с этой панели так и где-то на руле правильно понимаю не только суда хорошо показываешь очень удобно включу со временем рука привыкает и это игру как на пианино потому что еще при включении передачи мы можем выключать включить камеру камеру очень прикольно может показать круговой обзором либо заняться то есть посмотрите друзья мы как бы видим себя сверху это реализовано при помощи компьютера и камер 1 мегапиксельных которые вокруг машины на хоть бы не лять по периметру машины находятся которые по кнопку что регулятора громкости до сих пор не могу понять что ты ничего себе это зум-зум картой до сих форме не могу понять вот и открыл ничего себе крутяк ладно да понятно дело там настройки навигация карта треки переключать можно сделать избранные какие-то позиции мелодии звонки сайт ссылки то есть компьютер достойный размеру и по функционалу да да понятно дело медиа можно прямо с телефона bluetooth ключи вот уже там музыка по поводу музыки чуть попозже как же по поводу звука какой он вообще мне кажется классный ругаться можно можно охуенно охуенный звук динамика 10 колонок встроенный сабвуфер и усилителя внешне то есть звук действительно качественные ничего не дребезжит в некоторых моделях кем и слышали мы слышим где нет сабвуфера что идет дребезжание в связи с тем что дребезжит корпус низ высокий высокого диапазона есть более низкий низ который чувствует тело есть более высокий от которого дребезжит вся конструкция так вот здесь низ просто охрененный это все всходит в номинальную стоимость всякие настройки там вентиляция авто холл то есть двухзонный климат-контроль то есть у себя машину температура поставить я все другую боль наглядывает может быть вот так вот вот так классно то есть получается разных кресла 2 2 разных температуры и воздуховод назад насколько я знаю да конечно вот здесь хорошо давай на спидомик кстати здесь очень самый главный момент что в этой комплектации постоянно а то проветривается лобовое стекло и она никогда не запотевает вот это вообще очень важно не запотевает коль давай посмотрим потолок вот эти включая подсветки подсветки да да светодиодные что очень важно не желтые то есть такие то есть ну-ка включи еще раз там сзади просто загорается я хочу показать его везде пока не знаю что такое пока не хочу нужно не надо конечно же сос это вызов мастера я так понимаю при помощи gps дальше все удачи колеса колеса нормально воля колесника колесик колесик это x bluetooth и одна из самых главных фишек беспроводное зарядное устройство для телефона да то есть мы ставим загорается лампочка загорается получается мы можем одновременно подзаряжать два телефона не николай последствия на беспроводную подзарядку а я не ленюсь я ставлю на быструю зарядку при помощи шнура по поводу шнуром серёги шнура включаем через bluetooth и у нас на экране и у нас на экране появляется вот такая система у тебя сейчас мы можем подкрыть это телефон играет диджей цветков дело в том что в 2004 году я брал интервью у диджея цветкова прикольно и как он нормально да хорошо чем уже так вот только выключаем сразу появляется кнопочка apple car play включаем ее и грубо говоря у нас на рабочем столе наш телефон то есть телефон кладем обратно туда куда-нибудь у нас уже заряжается во первых и мы можем контролировать всего здесь есть несколько программ телефон музыка карты сообщения и какое-то исполнение киа настройки подсказки подкасты аудиокниги и google навигация которая как хочу прошу заметить с этими с пробками в общем если коротко подводить итог то здесь компьютер внутри киа использует мозги телефона если ему своих не хватает парктроник можно включить можно отключить автохолд это охеренная кнопка это грубо говоря автоматический ручник то есть и когда стоишь в горку или без горки либо в пробке ты остановился до нуля буквально полсекунд подождал зажглась кнопочка автохолд там и соответственно ты стоишь тебе не надо много на тормозе держать все у нас как на ручнике нажал газом она поехала для того чтобы не скатиться назад и не съехать вперед очень удобно и вот эта кнопка автоматической парковки я уже пару раз проверял и я видел твою радость до паркуется потрясающе я думаю сегодня попробовать записать и все время позволит кнопки руль блин руль но руль вообще это отдельная тема тут во первых регулируется не только по высоте осмотрели готов 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 ё-моё так это же твой космолёт ещё и вперед вниз то что происходит подожди подвигай вперед-назад еще да 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 вот для чего этот роль друзьям и я смотрю на руле голосового сообщения телефон кстати когда разговор по телефону по через bluetooth качество звука обалденно то есть я так успоко спокойно говорю не напрягая отчетливо слышит и говорят типа чурюшка такой как-то тут еще что-то переключение сразу же волнует то есть либо радио либо музыка на телефоне цветков нам приплатить либо радио круиз-контроль вот включаем сразу появляться к нам как руиз не объясняю что это все знают лимит то же самое выйти не знаю что такое не помню потом что целая куча настроек здесь смотря как только нажимаем у нас получается либо джипс навигация край когда ты едешь по городу и тебя стоит навигационной системе подъедешь здесь я дополнительно показа стрелочкой куда тебя поворачивать 10 или не смотреть на право и тут целая куча настроек можно регулировать подсветка дверей как они будут светиться освещение зала тут еще пуха сейчас не видно давай бардачок откроем просто интересно вот его объем у меня согласись важно дорожда так хорошо потом дальше у нас здесь еще такие настройки показа средний расход вот сейчас у меня средний расход стать нему важно 10 и 8 но я пока еще не топаю это причем объем двигателя 2 и 4 расход 10 и 8 человек не топает еще на обкатке то есть он должен быть еще меньше стать слушай коли я насколько знаю здесь есть два режима это эко смарт или какой-то еще и спортивный режим вот расскажи про это три режима да есть три режима смотрите смотря туда есть комфорт эко и спорт соответственно эко это экономичный то есть он не переключает там передачи на двух с половиной переключать чтобы их видели вода и постоянно переключаешь не так вот эко то есть переключает в машину коробку передачи на двух с половиной на трех тысячах оборотах комфорт это средний к ну короче это обычный номинальный режим он обращает от трех до четырех пример в этом диапазоне а спорт во-первых выключает шестую передачу напрочь выключает доставляет только 5 и переключает около 6 тире семьи тысяч оборотов вот тут она дует при том что мы находимся на обкатке машина чувствуется что она мощная и она подхватывает даже уже на большой скорости то есть ты едешь 100 километров во-первых очень низкие обороты в районе полторушечки где-то да я правильно понимаю и чувствуется как вот этот двигатель без напряга подхватывает и на обгоне очень легко и хорошо себя показывает естественно стоит датчик до дождя до дачу дождя света и датчик сисек каких сисек если видишь здесь есть идут хорошие красивые сиськи он сразу кстати забыли сказать для девочек огромная фишка будет это зеркала давай открывай вот они ответ свет 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 горит та же самая и у водителей снова ли девушка за рулем вообще шикар мало ли за рулем когда есть 120 губы на накрасить роду кстати еще одна большая огромная фишка за запоминание сидений режимов то есть два режима пользователя или три сколько 2222 посмотрите вот сейчас сижу я да вот это у меня единица сейчас я пока эксперимент вот я не раз так не делал тут режим моей жены она мне меньше гораздо это готов что вполне логично было бы жена больше тебя я представляю предстоит такая бомба кристина большой тебе привет ты очень менять дёрненькая наша принцессочка он блять огромного обратите меня внимание багажник действительно огромный вот у нас влезло раз-два к епта там еще место посмотрите сколько друзья мои вот еще сколько места то есть действительно вместительный багажник машина подарили мне в салоне и подарили колеса правда обещали гудьерна подарили подарили дум дум лоб какой-то говорят конкурент итак мы заходим садимся назад посмотрим сколько там места на самом деле здесь также все в коже красиво сзади можно видеть под стеклом сабвуфер который придает звучание здесь у нас как всегда что-то можно положить здесь двойной воздуховод налево и вправо и самое главное ощущение что место очень дохрена также есть зарядное устройство сзади что немаловажно для мобильного телефона в общем-то моим ощущением друзья здесь просто дохрена место очень удобные подстаканники здесь сидишь комфортно такое чувство что водитель где-то там далеко и николай ты слышишь меня и он там да я тебя слышу то есть действительно комфортно и при этом сейчас кресло подвинуты как бы достаточно сильно на меня а если бы там была девочка то она бы была где-то впереди я даже сейчас смотрите ноги у меня они не слишком-то и согнуты то есть я достаточно на прямых ногах здесь еще решеточка зачем да обязательно шторка посмотрите это не зачем-то коль это для того чтобы не ставили тонировку она тебе похрену ты сделал тонировку потому что модный парень современный а так вообще это действительно удобно шторки то есть закрылся никто тебя не видит добавлю сзади тоже есть подогрев сидений да очень важный момент что сзади подогрев сидений что у нас вот это николай покажи пожилите пристегивать вот этого либо без башнях людей пьяного крутого да у нас работа сейчас габариты скажем так реснички также можно включить автоматические фары вот есть реснички а есть светодиодные фары которые светят очень далеко очень ярко также есть конечно же передние противотуманки такие же светодиодные есть еще задние до задние фара у нас очень яркие смотря стильно смотрятся даже так скажем так агрессивно есть еще задние противотуманные фары которые даже немножко слепит что позволяет вас видеть издалека очень удобно а сейчас друзья мы покажем вам как она на ходу когда мы трогаемся она показывает в какую сторону тебе надо ехать сколько тебе до следующего поворота и какого направления двигаться очень удобно вот а также для любителей драйва и кто хочет сам переключать передачи здесь вот на руле есть такие вот ушки крышки с моей стороны смотреть тут написано плюс и минус соответственно ты сам можешь включать передачу честно говоря сам еще не балл с этим агрессивно так это подожимал все работает все переключается прикольно забавно и также огромный еще бонус особенно для девушек наверное пригодится это на каждом зеркале есть слепые зоны и датчик слепых зон соответственно если кто-то тебя обгоняет и ты хочешь поперестроиться он тебе назначало моргает а потом ищет благим матом что типа не поворачивай вот это очень удобно дорогу да что тут говорить тут надо просто сесть и по прочувствовать сам кайф как здесь приятно ездить дорогу держит отлично шумоизоляция в пределах нормы можно конечно себе потом добавить еще шумку в дверях либо на днище это будет стоить в районе там 40 тысяч рублей я уже узнавал для себя подумаю еще делать это или нет посмотрим мы сейчас специально проезжаем по неровной дороге чтобы протестировать автомобиль по подвеске и по шумоизоляции прекрасное ощущение едет плавно не знаю чем сравнить как корабль плывет по волна вот честно и самое главное что чувствуется мощь мотора то есть мощь двигателя так вот теперь самые ужасные кочки прекрасно просто ну что немножко если ты готов топнуть ну что вот уже и сотка отличный показатель сейчас мы собираемся проехаться по дворам для того чтобы показать вам современную очень интересную функцию актуальную для всех девушек это конечно автопарковка честно скажу иногда я и сам лох в этом плане и где-то я могу воспользоваться автопарковкой ну вот например вот смотри давай левая сторона вот мы видим там впереди собственно уже пространство для парковки нажимаем сюда на экране появляется выбор стороны правой стороны еще раз нажимаю левая сторона тихонечко едем то есть машина едет сама и а точнее сканирует сама да я вот расчет какой-то производит оба что вот она показывает что что-то нашла нет члена продолжать а у нашла нашла включаем передачу r руль сам это все дело при этом придерживаем только тормоз придерживаем только тормоз мало кто знает что сейчас водитель сдается ему могут в это время делать приятно так вот этот фантастиш произошел горит перейти просто руль сварька чуть-чуть вперед руль руль вы ведь выкрутился влево до упора и машина смотрите слов вы разница руль все мы привыковались вот как профессиональный водитель на твой взгляд эта парковка хорошая или припарковался где-то 30 сантиметрах от пореблика но мне тут просто клумба и он специально припарковался так чтобы я когда открываю дверь не зацепил ее вот ну ка смотри вот посмотри он лишь клумба вот так это выглядит сверху вот это клумба вот ну то есть припарковались но некоторого состояния ну и нормально друзья на сегодня это все как вы уже поняли мы не профессиональные автообзорщики а просто делюсь своим мнением потому что машина реально классная за миллион восемьсот и плюс допы которая предлагает салон машина получается но огонь так что рекомендуем действительно очень приятный автомобиль ставьте лайки подписывайтесь на этот канал скоро выйдут новые обзоры но об этом позднее пока пока до новых встреч пока я до вида ли не достать чувствую себя как в танке не хватает и вот так вот ездить вообще ну что машина огонь а после лады как день и ночь ребята лады говно киа огонь ладно все я поехал на корпоратив пока и Субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры DimaTorzok